МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джозеф Байден, бывший вице-президент, политик из высшей вашингтонской элиты, на пятом месте. Ну а что касается праймерис республиканской партии, то там без всякой конкурентной борьбы победил Дональд Трамп. Подробнее Борис Кольцов. Результат праймерис в Нью-Гемпшире подтвердил тенденцию и принес сюрприз. Первое место, как и в 2016-м, занял сенатор от соседнего Вермонта Берни Сандерс, набрав 25,7%. В первую очередь, кандидат в президенты Сандерс поблагодарил жителей штата и тысячи своих волонтеров, которые, по его словам, в дождь, снег и мороз стучались в двери. Мы выиграли здесь, в Нью-Гемпшире, как и на прошлой неделе в Айове, благодаря тяжелой работе множества наших волонтеров. И позвольте мне сказать, что нынешняя победа – это начало конца для Дональда Трампа. Обогнавший Берни Сандерса в Айове, Пит Бутиджич в Нью-Гемпшире уверенно закрепился в тройке лидеров, уступив конкуренту 1,3%. При этом проигравшим он себя вовсе не позиционирует. Однажды в книгах напишут не только об этих выборах, а о новой эре, которая началась тут, в Нью-Гемпшире. Третий результат показала совсем не та женщина, которую ждали на этом месте. Вместо сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен бронзовую медаль в Нью-Гемпшире завоевала сенатор от Миннесоты Эми Клабушар. Здравствуй, Америка! Я Эми Клабушар. И я одолею Дональда Трампа. Интересно, что недавние лидеры опросов, как Элизабет Уоррен, так и экс-вице-президент Джо Байден не спешат признавать поражение. Впереди борьба за голоса сторонников в Южной Каролине и Неваде, да и до супервторника с голосованием сразу в 13 штатах осталось меньше месяца. Наша кампания рассчитана на долгий путь. И мы только начинаем. Сегодня вечером мы узнали мнение только двух штатов. Только двух. Ни половины наций, ни четверти, ни десяти процентов. И это для меня только первый звонок, а не последний. Борьба за прекращение президента Дональда Трампа только начинается. 45-й президент США, в свою очередь, в контексте первых праймерис-демократов, вспоминал о своем рекордном результате в Нью-Гемпшире в 2016-м. Также Дональд Трамп написал в своем твиттере, что это была очень плохая ночь для мини-майка, имея в виду миллиардера Майка Блумберга. Бывший мэр Нью-Йорка вступит в электоральную борьбу за номинацию от демократической партии только в супервторник, 3 марта. Борис Кольцов, Александр Ковалев, RTVI, Нью-Йорк. ЦРУ на протяжении полувека следило за секретной перепиской 120 государств. К такому выводу пришли журналисты Вашингтон-Пост и немецкого канала ZDF. Авторы расследования утверждают, что американская разведка десятилетиями тайно владела швейцарской компанией Crypto AG. Однако официально это предприятие имело высочайшую репутацию производителя лучших в мире шифровальных машин. Ее технику покупали 120 стран, в том числе Индия, Пакистан и город-государство Ватикан. В 1970-е годы в Crypto AG тайно приобрели ЦРУ и правительство Западной Германии. И только в 90-х ФРГ решила избавиться от актива. В 2018 году от актива избавились и ЦРУ. И фактически Crypto AG была ликвидирована. Хотя техника, выпущенная швейцарским гигантом, используется многими государствами и по сей день. Будет ли разблокирована миссия НАТО в Ираке? Что нужно сделать Украине для вхождения в организацию? И как союзники намерены противостоять российской угрозе? Об этом сегодня говорят в Брюсселе на саммите министров обороны стран Североатлантического альянса. К традиционному полу политиков в этом году присоединился и глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк. Правда, переговоры с ним формально пройдут за рамками министерской встречи из-за вета, которую наложила Венгрия. За тем, что происходит в Брюсселе, следила наша коллега Елена Светикова. Все мы хорошо помним послание Владимира Путина в марте 2018 года, где состоялась презентация нового российского вооружения, где показались сарматы и кинжалы. И многие и в России, и в мире скептически отнеслись к представленному вооружению. Так вот, в НАТО поверили Владимиру Путину, и об этом заявляют высокопоставленные чиновники альянса во время брифингов. И оценки организации совпадают с тем, что говорит российская сторона. Вот с тех пор, как состоялась эта презентация, и все заявления, которые российская сторона делает, они все подтверждаются в НАТО о всевозможных учениях. И впору, говорят в Брюсселе, констатировать серьезный дисбаланс. Москва развивает гиперзвуковые системы, которых просто нет в НАТО. Но зеркальным ответ не будет, заявил агент сек НАТО Йенс Столтенберг. Мы хотим избежать или предотвратить новую гонку вооружений. Поэтому мы намерены сделать все, что возможно, для разработки новых мер контроля. Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогостоящей. Мы сделаем все необходимое, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание и оборону в мире, где нет ДРСМД, но есть все больше русских ракет. Вот на одном из брифингов нам сказали, что вместо расторгнутого договора о ракетах средней и меньшей дальности будет подготовлен новый оборонительный пакет. Информацию об этом пока держат в секрете, ничего об этом не говорят. Вот, собственно говоря, как на российскую угрозу реагирует посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон. Если о Китае мы можем подумать завтра, как говорила героиня известного фильма, то с Россией медлить нельзя, заявляет дипломат. Давайте послушаем. Никого не провоцируя, мы наблюдаем и делаем выводы. Мы способны и готовы сдержать противника. Сегодня это противодействие терроризму и России. И, возможно, уже завтра Китаю. Собственно говоря, упоминается Россия в контексте вооруженного противостояния в Иклебе, вооруженного противостояния турецких войск и сирийской правительственной армии. НАТО очень предсказуемо призывает режим Асада вместе с тем и Москву, которая его поддерживает, прекратить нападения, из-за которых страдают мирные жители. Но о поддержке Турции пока речи не идет. Так никто и не осуждает, в общем-то, иногда очень противоречивых поступков господина Эрдана. Но вообще статус, о котором идет речь, уже имеют несколько стран. Это, например, Швеция, Австралия и Ордания. Эта программа работает около шести лет. И, собственно говоря, она нужна для того, чтобы достигнуть такой оперативной совместимости между войсками разных стран. Что это дает Украине? Ну, во-первых, это возможность участвовать в закрытых учениях. Но есть более ценные моменты. Например, Украина может обмениваться со странами НАТО разведданными. И, например, киевские чиновники говорят, что если бы Украина уже был такой статус, то обмен информацией о катастрофе украинского Боинга, сбитого в Иране, был бы более эффективным. Но все-таки важность этого статуса в другом. На самом деле это символ. Большой такой символ близости и крепких партнерских отношений с альянсом. Что же нужно сделать Украине, чтобы получить статус партнера с расширенными возможностями? Работать с собой и проводить реформы, говорят в НАТО. Вот так вот абстрактно об этом и заявляют. И на это могут быть годы, если не десяток лет. И об этом тоже открыто говорят на брифингах люди, которые занимаются в НАТО Украиной. Причины тому может быть множество. Например, желание президента Маккона с Россией. Добавлю, что в Брюссель сегодня приехал министр обороны Украины Андрей Загадзин. Правда, встреча у него будет очень необычная здесь. Он будет встречаться с министром обороны Канады за завтраком. То есть это будет неофициальная министерская встреча. И все это произошло из-за Венгрии. Будапешт наложил бета на официальное участие украинских чиновников в программе НАТО. Дело в том, что в Венгрии жутко обижены на Киев из-за реформы образования, согласно которой, собственно говоря, не могут представители национальных меньшинств в школах получать образование на родных языках. В Венгрии попали под этот запрет. Вот теперь таким образом добиваются того, чтобы его, наверное, сняли, я так предполагаю. Он мог усилить роль организации на Ближнем Востоке. Предложил Альянсу, попросил об этом Альянс президент США Дональд Трамп. Не было никаких официальных нот. Это была такая просьба американского лидера, которую все поспешили выполнить. А еще американский лидер, как мы помним, сократил взносы в Альянс. Попросил страны-участницы напротив увеличить финансирование. И, собственно говоря, вот сейчас Кенг Стопенберг отчитался о проделанной работе. Это еще не все новости. Мы совсем скоро вернемся в прямой эфир. А пока реклама. Это новости на РТВ. Я Ксения Муштука. Мы продолжаем. Сегодня в Москве прямо в зале суда покончил с собой экс-начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Сверидов. Его обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Сверидову грозил срок от 7 до 15 лет. Сам он все обвинения отрицал. Суд, однако, назначил наказание. Правда, мягче нижнего порога. Три года колонии. СМИ связывают такое решение с тем, что у Виктора Сверидова была четвертая стадия рака. Также он являлся ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Основываясь на этом, сторона защиты просила о снисхождении. Суицид Сверидов совершил сразу после оглашения приговора. Сообщается, что ему удалось пронести в зал Чертановского районного суда наградной пистолет. На входе не сработала рамка металлодетектора. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности. К другим темам. В январе компания «Боинг» не получила ни одного заказа на самолеты. Это повторение антирекорда почти 60-летней давности. Концерн испытывает кризис из-за модели 737 MAX, полеты которой приостановлены с марта прошлого года после двух катастроф, виной которым послужила ошибка в программном обеспечении самолета. В прошлом году «Боинг» впервые за 20 лет понес убытки – более 600 миллионов долларов. По итогам года поставки коммерческих самолетов сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В январе у 737 MAX также нашли проблемы с проводкой, которые могли привести к короткому замыканию и выявили некорректную работу системы, определяющую исправность мониторов. У главного конкурента «Боинг» европейского Airbus наоборот – лучшие показатели за последние 15 лет. Концерн получил в прошлом месяце 274 новых заказа и на время стал практически монополистом в гражданском авиастроении. Компания Samsung на презентации в Сан-Франциско показала обновленную линейку флагманских смартфонов. В продаже вскоре появится устройство Galaxy S20, а также телефон-раскладушка с раскладывающимся гнущимся экраном. То есть забытая форма мобильных телефонов опять возвращается на рынок. После неудачного старта продаж похожей модели Fold в Samsung вновь решили испытать судьбу. Смартфон под названием Galaxy Z Flip, в котором используется гибкое стекло, по заверению производителя, рассчитан на 200 тысяч складываний и раскладываний. Телефон этот, кстати, станет самым дорогим среди всех премьер от Samsung. Его начальная стоимость – 1380 долларов. А в Нью-Йорке и по всему городу установили весьма необычные инсталляции. О чем идет речь и кто создатель этих арт-объектов, расскажет моя коллега Лиза Камин. То ли уютное гнездо, то ли ловушка, из которой невозможно выбраться. Недавно около Бруклинского моста появилась инсталляция британского художника Энтони Гримли. По словам самого автора, это энергетическое поле для разговора с городом через воды East River. Если размотать этот огромный клубок алюминиевой проволоки, то протяженность составит почти 18 километров, а высоту этой инсталляции – 15 метров. Диалог с городом и его жителями посредством инсталляции художники ведут уже давно. Тут стоит вспомнить знаменитого бронзового быка на Уолл-стрит, символизирующего силу. И вступившую с ним в диалог бесстрашную девочку. Ну и, конечно, визитную карточку города – это четыре буквы, сложенные в слово «любовь». Видимо, эти инсталляции уже все сказали. На смену им приходят новые. Мы приехали сюда, на 72-ю и Бродвей, вот к этому соколу. На участке от 64-й улицы до 157-й разместились 12 пернатых из 145 тех, кому грозит вымирание. Вот здесь есть карта, на которой показаны все 12 птиц. И одна из них – это белая сова. На каждом из ее перьев указаны проблемы, с которыми сталкиваются пернатые в условиях мегаполиса. Много арт-объектов и инсталляций можно увидеть в парках и скверах города. Вот эту скульптуру создал художник Финска Карл. Ей он пытается привлечь внимание к проблеме переработки вторсырья. Художник переплавил одну из своих старых работ и создал четыре маленькие. А вот эта инсталляция призвана не только скрасить серые будни горожан, вот такие, например, как сегодня, но и облегчить страдания детей. Скульптура видна из окон детской больницы. Сюда приезжают дети со всего мира на операции. Автор этой работы – американский художник Дональд Липский. Живет здесь же неподалеку. А такси на носу долматинца – настоящее. В темное время суток зажигаются фары, а во время дождя работают дворники. Хотя сейчас на улице дождь, но дворники не работают. Видимо, дождь не сильный. Вот эта конная композиция молодого французского художника Жанна-Мария При появилась у входа в центральный парк совсем недавно. Три животных разной судьбы. Вот эта влюбленная лошадь, это ипподромный скакун, уставший и накрытый попонами, а это изможденный воин в доспехах и с испуганными глазами, как сказал сам художник. Последняя композиция представляет из себя ворота, через которые можно пройти в центральный парк. Ну а в самом парке вас, конечно же, ждут еще больше арт-объектов и инсталляций. Лиза Каймин, Павел Ощулов. Компания Universal выпустила трейлер фильма «Охота», который в прошлом году отложили на неопределенный срок из-за серии шутингов в США. Фильм расскажет о 12 незнакомцах, которых похищают и бросают одних в лесу. Когда товарищи по несчастью приходят в себя, то оказывается, что на них ведут охоту несколько богатых людей, которые называют своих жертв никчемными. Кинолента снята Крейг Зобелл, режиссером эпизодов «Мира дикого запада» и «Американских богов». Сценарий к охоте написал Даймонд Линделоф, автора недавних «Хранителей», а также сериала «Остаться в живых». Охота должна была выйти еще осенью 2019-го, но фильм отложили из-за шутингов в Техасе, Огайо и Калифорнии. Фильм тогда раскритиковали ведущие консервативного канала Fox News и личная президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал Голливуд «расистским», а охоту — фильмом, который призван сеять хаос. Авторы, в свою очередь, объясняли, что их фильм — это сатира, которая призвана показать, насколько поляризовано сегодня американское общество. Ну и последнее на сегодня. В США разрешили забирать домой животных, над которыми проводятся лабораторные испытания. Раньше их усыпляли. В список животных, которых теперь лаборатории федерального уровня обязаны отправлять в приюты, вошли собаки, кошки, кролики, морские свинки и некоторые сельскохозяйственные животные. Известно, что за 2018 год для экспериментов в лабораторных условиях были использованы почти две тысячи животных. Почти треть из них, по словам зоозащитников, испытывали боль или подвергались стрессу. Это все новости к этой минуте. Последние обновления и развития событий на сайте РТВ и в приложениях для телефонов, а также на страницах РТВ в соцсетях. А на этом я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин